Жителям новых микрорайонов Чебоксар теперь станет проще добираться из дома на работу и обратно. Для их удобства изменили схемы движения городских маршруток и автобусов. Новшества коснулись семи маршрутов. Подробнее в нашем сюжете. Автобусы номер 1, 2, 8, 12 и 26 теперь связывают новые жилые микрорайоны города. Так, первый автобус сейчас ходит от остановки трактор 3 Новоюжного района в северо-западный район до остановки университет с заездом на улице Ленинского комсомола, где идет застройка микрорайона Кувшинка. Автобус номер 2 связывает микрорайон Ольгешево с центром столицы Чувашии и ходит до пригородного автовокзала. Чтобы жителям Финской долины было удобнее добираться до работы и обратно, автобус номер 8 теперь курсирует из юго-западного района с остановки Чернышевского в северо-западный до университета. Популярный 12 маршрут обслуживает население развивающегося микрорайона Садовой и жителей улиц Текстильщиков, Яковлевой, Франко и Гайдара в сторону СЗР. Начальной и конечной остановками маршрута стали проспект Геннадия Айги и Парк Победы. А вот некоторые существующие маршруты наоборот сократили. По результатам мониторинга проведенного отделом транспортного обеспечения и связи были выявлены маршруты, которые на сегодня не востребованы населением города. Это в связи с тем, что они дублируют иные маршруты, которые на сегодня востребованы населением. В связи с невостребованностью на сегодня коммерческих маршрутов главой администрации города Чебоксара принято решение о закрытии таких маршрутов, как 31, 34, 40, 53, 55 и 62. Еще совсем недавно, чтобы доехать до центра Чебоксар, жителям нового города необходимо было делать пересадку. Но теперь мимо них проходит 26-й автобус, который связывает микрорайоны Новый город и Радужный. Кстати, схему движения изменили не только автобусы Чувашии, но и две маршрутки. 30-я и 65-я. Теперь они заезжают в микрорайон Садовый. Сейчас местные власти задумались над тем, чтобы усовершенствовать и схему движения троллейбусов.